Ученые Югостинского государственного университета и Российского университета дружбы народов провели курс лекций-дискуссий на тему культурная симпатия на площадке Югостинского вуза. Организаторами выступили Центр социально-политических исследований ЮГУ, Институт стратегических исследований и прогнозов Рудейн. Российский университет дружбы народов представляли заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Евгений Семибратов, младший научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам РАН Розиль Гузаеров и координатор проекта, помощник директора Института стратегических исследований и прогнозов Александр Маркинов. Есть еще вариант вхождения Южной Осетии и Абхазии в состав союзного государства России и Белоруссии. Есть, конечно, одна маленькая проблема на данном политическом пути, то, что пока официально Минск не признает независимость ни Абхазии, ни Южной Осетии, видимо, опасается за свои дипломатические отношения с Грузией, которых у России нет еще с 2000. Восьмого года, но тем не менее, варианты развития определенные присутствуют. И все-таки, находясь здесь на Кавказе, мы все прекрасно понимаем, что основным конфликтным регионом, самой такой ярко пылающей точкой современного постсоветского пространства является Украина. Это не началось в 2014 году, это не началось в 2022 году. История с Украиной началась гораздо раньше. Спад Советского Союза для Турции был неким праздником, особенно для националистической среды. Потому что существование Советского Союза, естественно, отделяло Турцию от большого ареала обитания тюркских народов. Как мы знаем, в 20 веке Турция стала таким неким прибежищем для людей, которые пропагандировали пантюркистские идеи. И вот все они культивировали свои идеи, как раз-таки обживаясь в Турции. И общество уже воспринимало нормальность, такое явление, как общность всех тюркских народов. В турецком языке есть одна такая проблема, которую многие русскоязычные исследователи не понимают. В турецком языке нет различия между понятиями тюрок и турок. Там есть одно слово «тюрк», которое обозначает весь этот огромный пласт этносов. И поэтому, когда турки говорят об организации тюркских государств, они подразумевают организацию турецких государств. Когда турки говорят о тюркских этносах, они подразумевают турецкие этносы. Для них не существует условно татарского языка. Это татарский диалект турецкого языка. И вот это мифотворчество, оно очень долгое время культивировалось в Турции и в турецком обществе. И поэтому с распадом Советского Союза возникло такое чувство особого романтизма. Потому что одновременно возникло пять независимых государств с большинством тюркоязычного населения. О историческом пути, пройденном Осетии от вхождения в состав Российской империи до современности, рассказал профессор кафедры политологии и социологии, директор Центра социально-политических исследований ЮГУС Аслан Плиев. Значит, после того, как Джорелий дошел, сжигая, значит, осетинские села, практически вся южная часть Осетии была сожжена. Дорогского ущелья, там последняя линия обороны, там куча, вот до сих пор мы видим, что там есть огромное количество башен. Они практически все разрушены и были разрушены как раз таки в тот период. Это была последняя линия обороны, через главный Кавказский хребет, через вот эти тропы люди переходили, тогда было, погибая по дороге и так далее. Значит, и когда он уже дошел до туда, и там завязались основные бои, тогда революционные войска из Северной Осетии вторглись в Грузию, и Грузия была советизирована. Советизирована. Исключительно по географическому положению, понимая, что труднодоступность к региону, значит, Южную Осетию взяли и передали Грузию, чтобы задобрить их с одной стороны, потому что во время советизации погибло все-таки достаточное количество грузин, и Грузия была, типа, вот, немного возмущена, и чтобы их как-то успокоить, там, на тот момент советские власти, и человек, который работал по кавказскому направлению, это Сергуар Джамикидзе, он передал Южную часть Осетии к Грузии. После чего вот эти товарищи ревкомовцы, которые фактически спровоцировали геноцид, значит, им начали поступать угрозы, что из-за ваших там действий фактически уничтожилась Южная часть Осетии, и еще и хотят нас передать в Грузии. И они начали собирать митинги, начали писать депеши в Москву о том, чтобы все-таки нас не передавали Грузии, а сохранили в едином политическом пространстве, как единая сеть. Значит, ну, на что советы ответили, что, ну, не хотите, там, с грузинами, давайте вы будете автономной областью, и вот, волевым решением сделали автономную область в грузинской СССР, объяснив это тем, что вам какая разница, вы будете входить в состав СССР, вы будете не частью Грузии, вы будете частью большой страны СССР, Советов, и вам какая разница, в Северо-Остинскую СССР входить или в грузинскую, то есть везде будут там советские паспорта и так далее. То есть это еще один плюс, что мы в копилку того, что мы никогда не были частью Грузии, вот, когда говорят, это наши граждане, это вот там живут, это наши территории, наши граждане. Южная Осетия никогда не входила в Грузию, она входила в грузинский СССР, но СССР был общий, поэтому у всех граждан Южной Осетии были СССРовские паспорта, советские, как вот говорил Маяковский, достает широких штанин, дубликатом бесценного груза, смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза, мы все были гражданами Советского Союза. Российские гости в завершении мероприятия преподнесли в дар университету книги, с которыми студенческая молодежь может ознакомиться на кафедре политологии и социологии йогу.